Деньги Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. Нумизматическая коллекция стала главной в хранилище истории Оренбуржья. В день подписания указа об учреждении нашего музея губернатор Сухтелен преподнес в этот же день в дар музею четыре монеты. Четыре монеты с изображением царя Петра I, императрицы Екатерины I, Елизаветы и Анны Иоанновны сегодня особое достояние музея. 185 лет назад, к примеру, генерал-губернатора последовало купечество, дворянство, зажиточные горожане. Особый вклад в создание нумизматической коллекции внес наш современник. Очень много редких монет были в составе коллекции, которые нам безвозмездно передал в дар Юрий Анатольевич Щетинский, оренбуржец, кандидат в историческую науку, он преподает в институте. Собрание монет насчитывает более 11 тысяч единиц хранения – медные, бронзовые, серебряные, золотые. Основные хронологические рамки XII-XIX века. Но есть и более древние – V-IV века до н.э. Мы познакомим вас только с самыми редкими экземплярами. Это тетрадрахма, которая имела хождение в Афинах в IV веке до н.э. И монета короля Аттилла. Она имела хождение в Риме в V веке до н.э. Знакомьтесь, прародительница рубля – гривна. Ими пользовались на Руси в XII веке, в так называемый безмонетный период. Гривны были киевского типа. Это восьмиконечная вот такая гривна. И вот эти две гривны – это новгородский тип, они в форме ладьи. То есть это просто слиток серебра. Просто слиток, но высококачественного серебра. Мы пробу делали просто чистейший, практически без примесей. А это копейки – монеты времен царя Ивана Грозного. Деньги ручной работы, станков в те времена не было. Не было единого дизайна. 30 княжеств было, не было централизованного государства. И каждое княжество, вот что хотело, то и делало. Вот они, как они делали? Проволоку убрали, сечение, ну достаточно такого. Потом ее резали на кусочки и плющили. Гордость музея – монеты нетрадиционного чекана, так называемые платы, номиналом 1,5 копеек. Их чеканили всего год – с 1725 по 1726. Отказались от такой формы из практических соображений. Когда начали их чеканить, эти тяжеловесные монеты, они просто не прижились. Население не хотело их принимать, купцы тоже не хотели принимать. Это вот 5 копеек, вы видите, и копейка. А были еще рубли, они были огромные, они были тяжелые. Есть в коллекции редкие деньги, которые чеканились для определенной территории и имели ограниченное хождение. Среди них две сибирские монеты. В Сибири нашли месторождение меди, которое содержалось в серебро. Так как технологий тогда не было таких, чтобы отделить серебро, не рентабельно это было. Решили чеканить монеты из этой высокопробной, хорошей, качественной меди на месте. Выпускали их недолго – с 1766 по 1781 год небольшим тиражом. Это очень ценные и редкие экспонаты. Два пара – три копейки, пара – три деньги. Необычный номинал, правда? Этими монетами рассчитывались в Валахии и Молдовии во время русско-турецкой войны. Там базировалась русская армия, и так как нужны были деньги во время, в условиях войны, это было сложно обеспечивать деньгами, то там решили чеканить монеты. Но они чеканились именно для хождения на этих территориях. Пользовались такими парами всего три года, и в Россию их попало очень мало. Поэтому эти монеты – уникальные экспонаты в коллекции. Особое место в собрании занимают монеты с необычной символикой, связанной с определенными историческими событиями в России. Вот так выглядит бородовой знак или медная бонна, введенная Петром I в качестве квитанции за уплату пошлины на ношение бороды. Только такая монетка давала право ходить небритым. На риверсе даже есть надпись «Деньги взяты». Еще один редкий экспонат – рубль времен императора Петра II. Эту денежную единицу нумизматы называют просто «барабаны». Ее ввел в оборот император Петр III. Он был совсем не патриот, он был прусофил, очень любил войну. Он до 20 лет играл в солдатики. Как только вступил на престол, он отдает приказ чеканить монеты вот с военной атрибутикой. Правил Петр III всего полгода. А как только на престол взошла Екатерина II, чеканка барабанов прекратилась. Украшения коллекции – юбилейные монеты, например, выпущенные к 300-летию дома Романовых. Или необычная по чеканке коронационная портретная монета. Всего несколько сотен таких денежек было выпущено на восшествие на престол императора Александра III. Вы увидели лишь малую часть тех артефактов, которые хранятся в Оренбургском губернаторском музее. Чтобы познакомиться с коллекциями, приходите на выставки.